приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы всем вам уважаемые подписчики зрители участники групп социальных сетей желаем здравия солнечного настроения и благодатной погоды сегодня мы начинаем агрогороскопы на февраль 2022 года ура многие я знаю уже так и напишут потому что все ждут вот этот очень хороший период этот хороший месяц закладки фундамента урожая на весь 2022 год и открывает плейлист или как называют некоторые наши коллеги по созидательным делам на земле папку на февраль 2022 года агрогороскоп пассива семян баклажанов на рассаду хотим вас порадовать хорошей новостью в феврале достаточно много хороших благоприятных дней для посева семян баклажанов и много же будет благополучных периодов для того чтобы замоченные семена начинающие проклевываться положить или уложить в почвогрунт для дальнейшего роста по вашим же просьбам буду перед каждым видео перед пассивным агрогороскопом определенной культуры напоминать важную деталь в технологии выращивания овощных растений это замачивание напоминаю что вот семечко любой культуры это сложная божественно организованная система жизнедеятельности даже в состоянии покоя здесь кипит работа чтобы при благоприятных условиях сразу же запустить новый проект новое растение которое по божественному плану создателя обязательно должно оставить после себя потомство чтобы запустить процесс активации всех жизненно важных процессов семени нужны тепло вода луны благоприятный период в определенном знаке ну и свет для некоторых культур вода является тем важным спусковым моментом для семян которые многие огородники собирают сами это сортовые семена но мы сегодня будем говорить о семенах баклажанов для обработанных профессиональных семян тех же баклажанов нет необходимости их замачивать они уже подготовлены специальных условиях к тому чтобы при благоприятных условиях их укладывать в почву грунт или торфяные таблетки для просыпания и роста но естественно грунт и торфяные таблетки должны быть замочены и уложены при хорошей теплой температуре для баклажан мы напоминаем эта температура самая лучшая вот мне нравится от 22 до 25 градусов для всходов это именно температура для получения всходов важным фактором для получения здоровой рассады а затем роста и развития баклажанов является космическое время время посева и сейчас мы рассмотрим благоприятные периоды посева семян баклажанов на рассаду в феврале 2022 1 такой период начинается 3 февраля именно в знаке рыбы при растущей луне и начинается он именно 3 февраля потому что это уже продуктивное время с 9 часов утра и до конца суток 2 февраля казалось бы луна находится в знаке рыбы но и причем с 14 часов и можно было бы использовать но это время гекаты новолуние только осталось позади 1 февраля 8 часов 47 минут и двое суток после этого это время черной луны время смерти поэтому выбираем именно продуктивное хорошее время и это время начинается 3 февраля с 9 часов утра и до конца суток 4 февраля еще у нас есть время с 0 часов до 11 часов и снова срезан кусок времени а в этом виновата луна без курса она у нас 12 часов 43 минут будет до 17 часов 57 минут до момента перехода луны в другой знак следующий хороший период это время продуктивного знака тельца при растущей луне 7 февраля начинается такой период с 3 часов ночи и до конца суток а также 9 февраля с 5 часов до 7 часов да многие снова потребует объяснений объясняю 8 февраля мы пропускаем из-за того что луна будет переходить из первой во вторую фазу и вот этот момент перехода максимальный состоится в 16 часов 51 минуту а значит плюс минус 12 часов к этому моменту и у нас получается вот чистое время с 7 февраля с 3 часов до 0 часов и 8 с 9 9 февраля с 5 часов почему до 7 часов утра да потому что снова же работает луна без курса она начинается утром в 7 часов 50 минут и будет до 13 часов 27 минут что же это за такая луна без курса многие наши давние подписчики уже знакомы с этим периодом и также испытали как и мы этот период не получая позитивного результата ну а для новичков сообщу что это время перехода луны из знака в знак это зона где луна считается бездействующей она словно спит астрологи называют этот период луна без курса мы много раз проводили испытания с этим периодом и убедились что это не продуктивное неблагоприятное время для посевов и рассаду мы выращивали и она как будто бы исходила нормально но вот урожай был скудным растение кстати болели некоторые погибали так что этот период не используется для посевов следующий очень важный и довольно таки большой период это луна растущая луна в знаке рак начинается 12 февраля с 4 часов утра до конца суток 13 февраля все 20 4 часа 14 февраля с 0 часов и до 12 часов 30 минут снова же срез времени идет за счет того что луна без курса будет с 13 часов 28 минут до 14 часов 17 минут я никогда не беру вот это время точное мы пробовали вот эту границу выдерживать и получается что нужно где-то от часа до полтора двух часов иногда для того чтобы вот эти энергии запустились и начали работать и вот поэтому мы вот этот период всегда сокращаем по сравнению с тем что дается вот луна без курса где-то какие-то официальные источники это просто практический опыт следующий благоприятный период это время убывающей луны в знаке весы первую в первую очередь хочу сказать что полнолуние у нас 16 февраля в 19 58 и после полнолуния после сожженного пути полнолуния начинается благоприятный период вот это первые дни для вершков и для корешков но все зависит от знака в данном случае весы весы покровительствует баклажанам они их любят и всегда хорошо получается но в знаке весы напоминаю нужно обязательно заранее увлажнить почву и ни в коем случае не поливать это время стихии воздуха в это время когда наши растения клеточки семена заняты дыханием не убивайте вот эту функцию у наших семян поэтому вот в весах заранее увлажнили землю и 19 февраля с 8 часов утра и до конца суток можно заниматься посевами семян или замачивать 20 февраля все 24 часа 21 февраля с 0 часов и до 7 часов утра снова же 21 февраля луна без курса срежет нам это время и мы с 8 часов 3 минут и до 12 часов 19 минут казалось бы время весов но это время будет спящей луны непродуктивное время для посевов а теперь рассмотрим агрогороскоп для проклюнувшихся семян на февраль 2022 года это нужно тем кто занимается замачиванием семян перед тем как их уложить в почвогрунт или в торфяные таблеточки или в другое место где вы собираетесь выращивать рассаду и так вот такой первый период хороший это рыбы растущая луна это и посевной и время замачивания хорошее 3 февраля с 9 часов до конца суток 4 февраля с 0 часов и до 11 часов дня отличное время для того чтобы уже проклюнувшиеся семена просто переложить в почвогрунт это время овна растущая луна 4 февраля с 19 часов до конца суток 5 февраля все 24 часа 6 февраля с 0 часов и до 19 часов телец следующий период растущая луна 7 февраля с 3 часов ночи до конца суток 9 февраля с 5 часов до 7 часов утра то есть два часа у нас есть следующий период рак при растущей луне в знаке рак можно устанавливать проклюнувшиеся семена в почвогрунт 12 февраля с 4 часов утра и до конца суток 13 февраля все 24 часа 14 февраля с 0 часов и до 12 часов дня в 9 также можно будет устанавливать проклюнувшиеся семена 18 февраля с 20 часов до конца суток и затем уже переход идет в знак весы напоминаю что время посева считается именно время благоприятное с момента когда вы замочили когда начался процесс уже движения и спокоя вот этой прекрасной семечки которую вы замочили поэтому когда у вас появились вот эти проклюнувшиеся семена можно их ложить почвогрунт и вот данном случае вдруг у вас уже проклюнулись семена в знаке весы замоченные заранее вас должен быть почвогрунт вы можете вот эти семена переложить 19 февраля с 8 часов утра до конца суток 20 февраля все 24 часа 21 февраля с 0 часов и до 7 часов 30 минут следующий период в скорпионе убывающей луна 21 февраля с 13 часов до конца суток 22 февраля все 24 часа 23 февраля с 0 часов до 11 часов утра стрелец также подходит для того чтобы просто вот этот переходный период произвести для проклюнувшихся семян 24 февраля начинается с 14 часов 30 минут до конца суток 25 февраля с 0 часов до 5 часов 30 минут утра и завершается месяц в козероге при убывающей луне вот это хорошее тоже время для того чтобы семена проклюнувшиеся положить снова же для дальнейшего развития уже роста корней и самого растения 25 февраля начинается с 20 часов до конца суток 26 февраля все 24 часа 27 февраля с 0 часов и до 16 часов 30 минут у вас есть возможность сделать скриншот вот этого агрогороскопа и при первом появлении проклюнувшихся семян это необработанные семена напоминаю все время и буду напоминать вот эти сортовые семена необработанные вот эти периоды просто-напросто вас готовы идти с собой эта шпаргалка и вы их используете эти периоды для того чтобы ваши семена дали хороший результат из них получилась здоровая крепкая рассада а затем вы получили здоровые растения и добротный урожай овощей или же если вы сеете семена цветов чтобы ваши цветы также вас радовали своим здоровым видом и красивыми цветами сегодняшнее видео подошло к концу в этом видео нет ничего абсолютно лишнего нет мелочей мы все раскладываем по полочкам чтобы это было понятно для наших начинающих коллег да и для тех кто уже давно занимается тоже хорошо вспомнить что когда и как делать это наш многолетний опыт и опыт наших коллег по труду на земле если это видео полезно для вас напишите в комментариях ставьте палец вверх а кто не подписался на наш канал подписывайтесь и делитесь этим видео с теми кому вы желаете добра и благополучия что ж до новых встреч на нашем канале с вами как всегда были раиса горяченко и александр волик пока пока